Добрый вечер всем подписчикам Катун24. Меня зовут Юля, и сегодня у нас в гостях снова эксперт-психолог. Ранее мы с вами уже встречались, и сегодня мы побеседуем о такой важной, на наш взгляд, теме, как субкультура у подростков. Потому что сейчас на слуху у многих мы думаем челокориодом, и мы пригласили сегодня эксперта, клинического психолога, старшего преподавателя кафедры клинической психологии Алтгу, Марию Заречневу, которая нам как раз расскажет об этом явлении и поделится своими мыслями, как можно помочь подросткам, которые, возможно, ощущают пагубное влияние, либо просто расскажет, как родителям проще и легче взаимодействовать с своими детьми, потому что подросткового возраста, я думаю, мы все на себе уже прошли. Это не самый легкий в жизни каждого человека. Мария, добрый день. Добрый вечер уже, наверное. Уже, да, уже правильно, уже вечер. Предлагаю на ты перейти пообщаться, чтобы быть на одной волне сразу в теме, о которой мы будем сейчас говорить. Еще, дорогие подписчики, если у вас будут появляться вопросы по поводу темы, которые мы сегодня будем обсуждать с Машей, как мы уже говорили, сообщаться на ты, то можете писать их в комментариях в трансляции, и мы по возможности, по времени будем их задавать. Повод нашей сегодняшней беседы, собственно, такое подростковое объединение, подростковая субкультура, если точнее сказать, как ЧВК Риодин. Не так давно появились сообщения об этой организации в СМИ, в социальных сетях. Итак, это ребята, подростки, которые вдохновились внешним видом и, наверное, моделями поведения героев аниме «Охотник на охотников», «Антерик», «Антер» оно называется, если я правильно произнесла, я с неправильной простительной подписки. Как мы предварительно узнали, субкультур на самом деле существует с сентября 2022 года, но о ней узнали совсем недавно, когда появились первые сообщения в соцсетях о том, что подростки, которые относят себя к этой субкультуре, устраивают массовые драки. Маша, ты слышала про такое явление? Да, слышала. Видела какие-то посты, вот это все, когда началось активно. Я вот, наверное, тогда тоже включилась. Естественно, с сентября я не знала ничего о существовании этой субкультуры. Мы тоже нашли очень интересные детали, но чуть позже мы в процессе разговора к ним вернемся. Конечно, есть факт, есть новая, как нам кажется, подростковая субкультура, и часть подростков, которые к ней относятся, занимаются, ну скажем так, не совсем, наверное, законными и правильными вещами, как принято, по крайней мере, в современном обществе. Ну, мы все знаем, что устраивать драки – это нехорошо. И, наверное, такой первый вопрос к психологу по этому поводу, который можно задать – это, Маш, вот как ты думаешь, как ты уже знаешь точнее, почему вообще подросткам свойственно объединяться в группы? Почему у них есть вот это вот желание заявить о себе не в каком-то индивидуальном порядке, а иногда как сопричастность в какой-то группе, какой-то команде? На самом деле вопрос из такого разряда возрастной психологии, но если каким-то очень примитивным языком, каким я постараюсь объяснить на пальцах, из возраста, когда ребенок находится в, назовем это, младшей школе, до четвертого класса, до лет 11-12, у него есть мотивация на то, чтобы узнавать что-то новое, мотивация на обучающую деятельность по большей части. Он слушается родителей, слушается родственников, других каких-то значимых для себя взрослых и находится вот как-то в коннекте больше с ними. Начиная с подросткового возраста, то есть в основном принято считать началом подросткового возраста 12-13 лет, где-то в этом промежутке, начинается так называемый подростковый кризис, ребенок начинает осознавать себя как отдельную личность, а не как сына или дочь своих родителей, начинает задумываться, а что я такое, а какие у меня интересы, а что мне нравится, а кто мне нравится, а какие люди мне нравятся вообще, какую музыку я слушаю, чем я люблю заниматься. И приоритет у подростков в этот момент сходит на сверстников, на общение со сверстниками, на какое-то взаимодействие с ними, для того чтобы разобраться подробнее как раз во всех этих вопросах. То есть к родителям с вопросами, а кто я и что мне нравится, подходить как будто бы странно, потому что у вас довольно большой разыск возрасте, все равно они вряд ли покажут тебе какие-то там вещи, которые все досконально тебе понравятся. Все равно у сверстников своя какая-то модель поведения уже, свои какие-то новые интересы, те же, условно, то же аниме, которое смотрят ребята, вряд ли смотрели их родители, потому что тогда его просто не было в таком большом количестве. Им становится больше интересно общаться со сверстниками, соответственно они объединяются в какие-то группы. Почему в группе проще проявляются? Ну, наверное, как раз из-за этой до конца не сформированной личности у подростка. Ему проще причислять себя к какому-то движению, к какому-то направлению, к какому-то ответвлению, может быть, от субкультуры, нежели сказать, что я там индивидуальная личность со своими вкусами, со своими предпочтениями, такой как я, вот он только один. Это возникает чуть позже, к концу подросткового периода, к юношескому возрасту, годам вот к семнадцати-восемнадцати, когда он начинает определяться, с чем он будет дальше иметь дело по жизни, куда он там хочет поступать или, может быть, идти работать. То есть где-то в этот момент самоопределения наступает, тогда у человека больше формируются какие-то вот я-установки, и я личность, а не мои друзья, и то, как мы проводим время, то, что нам интересно и что нам нравится. И, наверное, именно поэтому, ага, немножко заминка была, именно поэтому, наверное, как раз вот хотели тоже уточнить, что, получается, здесь, к примеру, для подражания стала группа из аниме, из культурного какого-то явления, а не из реальной жизни. Как раз ты подробно объяснила, да, почему это происходит, и интересно, что так происходит, да, что родители в какое-то время как авторитеты на некий период опускаются, а у тебя в своем подростковом возрасте был период принадлежности какой-то субкультуры или чрезмерным увлечением чем-то, ну, чрезмерным увлечением каким-то авторитетом? Тоже, например, субкультуры. Какой-то, наверное, вот прям субкультуре я бы сюда не отнесла в тот период, потому что на период моего подросткового возраста это были субкультуры, которые мне не очень нравились, назовем так, с точки зрения именно их идеологии или их взгляда, вкусов, интересов и так далее. Ну, естественно, я больше начинала общаться со сверстниками в тот период, я очень много в своем подростковом возрасте сама скандалила с родителями, хотя они у меня святые люди и пережили этот момент аж дважды со мной и с моим братом сейчас, младшим, которому 17, он все еще там варится немножко в этих всех моментах, в том числе субкультурных. Но я начала красить волосы тоже в цветные всякие вот эти истории. Единственное, что сказали мои родители, это сфотографируйся, пожалуйста, нормально на паспорт, а не с серо-зелеными волосами и потом, пожалуйста, на здоровье вообще. И, наверное, в силу того, что меня не ограничивали в этом, ну, это если мы с тобой обсуждали вначале, что делать с родителем, да, забегая чуть-чуть вперед, как минимум не ограничивали в проявлениях. Понятно, что какие-то рамки должны быть у этого, как и у любого поведения, адекватного и, там, законного и так далее. Но от того, что меня не ограничили в вопросах того, что я хочу, там, покрасить волосы, например, я не стала это делать как-то, там, назло, где-то в подвале, там, ну, не в подвале, конечно, но с подружками, перекисью, и в итоге у меня ничего не повыпадало из головы, я сходила, спокойно покрасилась. То же самое происходит с моим братом сейчас, который тоже сфотографировался на паспорт, и сходят вот на данный момент у него фиолетовые волосы, каких у него только не было вообще. Вот какой-то ребят, которые относят себя сейчас к субкультуре Рёдена, они сами себя описывают даже в официальных группах, то я просто цитирую, что ребята Рёденовцы носят чёрную одежду с изображением белого паука в цифре 4. Это отсылка к сериалу, там каждый герой объединения имел свой номер на паучке. И плечатые штаны, как правило, приверженство чёрных длинных волос. Ты уже сказала, ну, давай, наверное, вернёмся к моменту этому. Родители, вот когда ребёнку хочется самовыражения такого яркого внешнего, как они могут помочь в данной ситуации? Ну, это немножко косвенно относится к нашей теме, но тем не менее. Могут ли родители в данной ситуации помочь или лучше запретить ребёнку самовыражаться так, и там настоять на своё, сказать, что вот вспомнишь позже, я же говорила, так будет правильно? Или как-то можно сделать экологично, чтобы это было и для ребёнка комфортно, и для родителей? Я думаю, что важно изначально иметь контакт с ребёнком. То есть если до этого у них были не очень доверительные отношения, и начинается подростковый этап, конечно, это будет сделать гораздо сложнее, чем если они как-то более-менее адекватно общались до этого. А если это доверительные отношения, то это всегда про разговоры. То есть ты садишься со своим ребёнком и разговариваешь, слушай, не знаю, Петя, ты хочешь покрасить волосы, например, в чёрный цвет, ты это хочешь сделать, потому что у тебя три друга твоих на этой неделе покрасили волосы в чёрный цвет? Или потому что ты сам хочешь это? Или потому что тебе кажется, что этот образ тебе больше подходит? Что ещё ты хочешь поменять в своей внешности? Почему ты хочешь это изменить? Что тебе нравится? То есть как-то постараться вникнуть. Понятно, что сидеть, смотреть с ребёнком аниме, наверное, сможет не каждый. Да и не каждый подросток хочет, чтобы с ним сидели и смотрели. Но хотя бы попытаться вникнуть, чем интересуется твой ребёнок, это всегда плюс к твоему, как бы это сказать, авторитету в глазах ребёнка. То есть он понимает, что родителю не всё равно, что он заинтересован, что он действительно волнуется и переживает, чем именно увлечён его ребёнок. Соответственно, я не считаю нужным как-то ограничивать в вопросах внешности, ну, избегая, наверное, там, условно татуировок или чего-то такого, потому что всё-таки это должно быть довольно взвешенное решение. И если сейчас, там, условный 15-летний тот же самый Петя скажет, «Мама, я хочу татуировку с пауком», а через два месяца это объединение перестанет существовать, потому что, ну, потому что перестанет просто быть актуальным, допустим. Будет ли ему нравиться эта татуировка с пауком через два месяца? Вот это вопрос. Поэтому, может быть, какие-то вещи стоит откладывать, да, договариваться с ребёнком, что, хорошо, давай ты походишь с этой мыслью, там, о том, что хочешь покраситься на протяжении, там, месяца, и если, допустим, через месяц ты всё так же хочешь, всё тот же чёрный цвет, пожалуйста, давай покрасимся, почему нет? У нас довольно свободное сейчас в этом плане общество, у нас парни всё чаще ходят с накрашенными ногтями, у нас ходят как-то, ну, в цветной, в том числе, одежде, да, то есть нет какого-то в этом уже как будто бы запрета, да, нет каких-то чётких границ, что только девочки с маникюром или там только девочки красят волосы, потому что, ну, не только, ну, что, ну, бывает, хочу, я зелёный. Мода меняется, проходит. Конечно. И нужно понимать и помнить, главное, наверное, для родителей, такой вот ещё совет, такая рекомендация, помнить, что вы тоже когда-то были подростками. И в вашем подростковом возрасте, да, не было этой конкретной субкультуры, да, не было аниме и чего-то ещё, но было что-то другое. У меня, например, папа в своё время жутко ханател под сою, и когда случилась там трагедия с его смертью, папа чуть ли не сорок дней ходил с повязкой вот с этой вот траурной на голове. То есть тоже казалось, ну, его родители вполне могли ему сказать, что ты ходишь с какой-то тряпки на голове, сними её. Но это было его вот выражением себя как личности. Поэтому у него тоже были свои какие-то этапы, у любого родителя были свои этапы подростковых, каких-то моментов, которые, может быть, они хотели, а им родители их запрещали. И, может быть, стоит, ориентируясь на этот опыт, как раз наоборот, ребёнку не запрещать проявлять себя, чтобы не было протестных реакций, чтобы не было разрыва отношений с родителями. Потому что в какой-то крайней форме это может привести к тому, что эти отношения уже не восстановятся на тот же доверительный уровень, если ребёнку всё запрещать, особенно подростку, у которого гормональные изменения, у которого какие-то моменты начинаются осознание себя и как раз вот этих всех процессов своей собственной личности. Если начать эту личность ломать с самого начала, это может привести к не очень хорошим последствиям, либо к тому, что он не будет так близко больше взаимодействовать со своими родственниками, либо к тому, что он всё-таки сломается, что-то пойдёт не так. В плане психики его устроено будет по-другому, он будет более эмоционально, чем мог бы вырасти, например. Либо это может быть какое-то антисоциальное поведение, связанное с употреблением алкоголя, с тем, что ещё чем-то занимаюсь, с дратами, с теми же. То есть не все же представители этого направления, насколько я поняла, дерутся. Их там чуть ли не три лагеря, которые теперь существуют, и одни дерутся, вторые дерутся. Сейчас мы перейдём к этому вопросу. Вот как раз, да, следующее, что я хотела тебя спросить, это очень тесно связано с внешним видом, как ребята выглядят. В общем, это не только у Реденовцев проявляется, мы уже тоже поменялись. И если вспомнить времена даже 10 лет назад, было много ребят, эмо-панков, готов, кого угодно, начиная, кто очень ярко выглядел, мне типично как раз, как объяснила Маша, из-за того, что подростки хотят самовыражаться. И у ребят начинали появляться столкновения. Вот как думаешь, почему происходит субкультура на субкультуру? То есть вы выглядите, вы чем-то отличаетесь, да? Вот одна группа людей имеет свой интерес, свой имидж. Вторая группа людей тоже имеет свой интерес, свой имидж. Казалось бы, группы не соприкасаются. Но почему ребята начинают друг на друга нападать? И вот, в частности, часть ребят Реденовцев, как тоже нам удалось выяснить, тоже Маша упомянула, что, по крайней мере, среди ребят, которые в Барнули в эту субкультуру входят, действительно есть и направления. Одни, которые более агрессивно ведут себя, вторые, которые нейтралитет сохраняют, и третьи, которые прямо говорят сами, слышали от некоторых подростков, что мы будем защищаться только если на нас будут нападать. Вот почему подростки начинают нападать друг с другом? Как это можно объяснить для родителей в том числе? Слушай, насколько я понимаю в этих субкультурах, субкультуры ухников и таких вот ребят более, назовем их более сильными физически и выглядящими соответственно, они, в принципе, более агрессивно настроены как раз из-за того, что у них есть эта физическая сила. И если им что-то не нравится, они могут очень быстро вопросы решать конкретно с помощью нее. Не разговорами, не вопросами, ребята, почему вы так выглядите? Интересно, с чем связаны ваши пауки и черные волосы? В подростковом возрасте нет такого четкого понимания, что люди абсолютно по-разному могут себя проявлять, и это окей, это нормально, и это вообще не должно никак тебя касаться, если к тебе человек лично не подошел и не начал сам с тобой на эту тему разговаривать. Просто как будто бы всегда опять же были какие-то столкновения слабых с сильными, просто по разным признакам, да, начиная с того, что когда люди начали там носить очки активно, то как-то подразнивали очкариков в школе, да, так их и называя, не знаю, там более умно становали ботаниками, носили брекеты, начиналась вот эта вся история, когда, да, активно их ставили, тоже не удалось избежать насмешек. Если люди в подростковом возрасте имеют лишний вес, это тоже становится поводом для каких-то там шуток, подколок и так далее. То есть дети, они, к сожалению, гораздо более агрессивные, чем когда они вырастают и становятся взрослыми. Это тоже связано, на самом деле, с гормональными изменениями, с желанием проявить себя, с желанием показать, что ты какой-то, ну, не знаю, не то чтобы самый правильный и самый классный и самый хороший, но что ты выбрал ту группировку, да, которая является самой главной, самой интересной и самой крутой. Если свои интересы нужно отстаивать кулаками, значит, я буду их отстаивать кулаками. В свою очередь, насколько вот я тоже там, естественно, полистала, посмотрела что-то и с братом тоже на тему на это пообщалась, какие-то истории все эти полистала. Насколько я поняла, в ответ ребята из Рёдена начали очень много в соцсетях всего постить не очень хорошего, относительно других субкультур, причем даже не тех, которые на них изначально нападали, а вообще всех подряд, и чуть ли там не дошли до национальности и прочих признаков, не связанных никак с субкультурами. Одно из направлений, да. Это их способ ответить. То есть, когда они понимают, что они физически слабее, им не хочется банально получать просто в драке, они такие, ну, у нас есть интернет сейчас в современном мире, через который мы можем донести свою там злобу, агрессию и свой ответ. Мы там даже, если кого-то и забьют, мы это снимем на видео и выложим, покажем, какие они плохие, а мы хорошие, что мы страдаем, нас избивают. Неизвестно, с чего начинаются. Зачастую, знаешь, неизвестно, с чего начинаются конфликты. Это не только касается там субкультур каких-то, но вот есть какие-то подростковые там драки, да, которые периодически попадают в сеть с какой-то безумной агрессией, когда отрезают волосы, пшикают баллончиком, перцом, то есть что только не делают. Но почему-то никогда не от начала этого видео, то есть начинают снимать, когда уже происходит драка. А что предшествовало? О чем вы говорили? Говорили ли вы вообще и кто до кого изначально докопался, да, говоря простым языком? Это все остается за кадром, потому что так выгодно выставлять это, так это выставляют. Ну, не мне объяснять человеку из СМИ, что можно по-разному очень передать информацию, если это нужно сделать. Поэтому в ответ... От контекста много зависит, конечно. Подростки это понимают уже тоже. Вот, близкий к этому вопрос. Как думаешь, почему? Ну, возможно, это, конечно, климатически. С климатом связан вопрос такой немножко смешной. Почему ребята для точных столкновений стали выбирать именно торговые центры? Есть же масса, казалось бы, других площадок, в том числе там, как тоже было в более каких-то ранних, то есть грустных эпизодах, подъезды, гаражи, там, что-то такое. Почему стали в торговые центры выходить, то есть на публичное пространство с точки зрения психолога, как думаешь? Как раз потому, что это публичное пространство, у тебя в вопросе содержится ответ. Потому что для подростков очень важно проявить себя, очень важно показать принадлежность к чему-то, очень важно показать просто, какой вот я классный, или какой я обиженный жизнью, что ко мне так относятся. То есть неважно, что показать, главное показать. Чтобы услышали правильно. Да, да. И любой там эпизод массовой драки в условном торговом центре – это безумное количество внимания к этому сразу. То есть если бы они подрались где-то там за гаражами, ну и даже это бы выложили в интернет, ну окей, кто-то кого-то подкараулив, может там после школы за гаражами, да мало ли кто это вообще. А когда это торговый центр, когда это просто люди, казалось бы, сидят там на условном подпорте, и тут завязывается какая-то фотосорка, все остальные люди становятся вовлеченными в это, даже если они этого не хотели. И это нельзя не обсуждать, это нельзя не показать, да, что такой инцидент произошел. Соответственно, начинается то, что мы видим сейчас, это то, что все СМИ обозревают массово эту тему. И, естественно, они добились того, чего они хотели. Они показали себя, они вот с сентября, как ты сказала, 22-го года существуют, но вот буквально там неделю назад мы про них узнали. Почему так? Ну, потому что вот эта массовая история случилась, и теперь все про них говорят. И отсюда как раз главный, наверное, вопрос, и появляется вопрос, я думаю, у многих родителей возникает, у многих взрослых, в принципе, которые видят это со стороны. Как на это нужно реагировать взрослым? Какие нужно принять меры? Ну, то есть, стоит ли их, в принципе, принимать? Какое можно и нужно ли дополнительно уделить при этом внимание к ребенку? На твой взгляд, какое есть альтернативное разрешение конфликтов, которые начали сейчас так активно происходить? И как сделать так, чтобы субкультуры оставались по-прежнему мирными ребятами, которые просто любят, просто делают то, что любят, и ни с кем не дерутся, и никого не трогают? Ну, честно говоря, вот в данном конкретном случае, наверное, чем быстрее эта история затихнет, тем быстрее все между собой помирятся. Ну, не то чтобы помирятся, но перестанут всем этим заниматься, назовем это так. Потому что, когда к этому не приковано внимание, зачем получать побои? Ну, или потенциально нарываться на то, чтобы получить по лицу? Это неприятно в любом случае. И когда к этому не приковано ничье внимание, это перестает иметь смысл в таком случае. Ну, и понятно, что мы убираем, да, какие-то варианты ненормы, где человеку нравится, что ему доставляет боль и так далее. В данном контексте как будто бы я даже видела какие-то картинки, знаешь, которые с нарисованными вот ребятами из Уфников и с ребятами из Рёданок, которые там стоят во внимку, что ребята, давайте жить дружно чуть ли не везут, и так далее. А многие как раз… Извини, получилось, что тебя перебило. У ребят в одной из крупных групп во Вконтакте, у них даже написано цитата, что сообщество не пропагандирует многие незаконные вещи и не призывает никак продолжать разводить вражду, но есть ещё ребята, которые выражаются именно таким образом. Да, это правда. Ну, вот видишь, то есть как будто бы большая часть ребят-то всё равно они понимают, что это не очень нормально, что, ну, жили они как-то и жили эти ребята. Ну, неформалов действительно много сейчас разных, там и Dead Insiders, и каких-то других субкультур, которые я, к сожалению, все не назову, потому что я уже не очень молодец. Ну, их большое количество по интересам, конечно. И было много, и сохраняется, конечно. До этого же всё как-то спокойно уживались. Да, конечно, конфликты случаются, но это скорее личностные особенности человека, который решил завести этот конфликт, который решил, что он хочет вступить в конфликт с кем-то сейчас. И если ему нужен конфликт, он найдёт с кем. Не важно, будут у него там чёрные волосы, белые волосы, лысый он будет, я не знаю, толстый, тонкий, вообще, какой угодно. И если нужен конфликт, всегда найдётся повод для этого. У нас, как бы, насколько, ну, буквально вот там лет 10-15 спрашивали, там, есть ли закурить, и что, если я найду. И можно было получить за это сразу. Всё. Там не было вообще ничего, никакой субкультуры в этом абсолютно. Но, что касается ребят, конечно, мне очень жалко в этом контексте тех, кто просто был, даже не тех, кто были в субкультуре, а тех, кто просто был фанатами вот этого аниме, и которые вообще ни сном, ни духом о том, что появилась какая-то чувака, что там что-то вообще случилось, и тут на них начинают нападать. Хотя они, ну, абсолютно мирные ребята, которые просто любили, там, смотреть это аниме. Они, может быть, там, да, ходили в такой одежде, но потому что им нравится, как одевается персонаж из аниме. Что в этом такого? Мы там тоже ходили в своё время так, как нам нравилось, как кто-то оделся, да, допустим. Но это же не повод для насилия в любом случае. Поэтому, что касается того, как это предотвратить, и могут ли как-то родители на это повлиять, наверное, постараться максимально аккуратно действовать сейчас. То есть не нервировать и без того хрупкую психику ребёнка. У них наверняка сейчас начались уже какие-то разговоры в школе на эту тему. Наверняка уже учителя начали говорить о том, что, ребята, знаете ли вы, что вот есть такие-то, такие-то, надеюсь, вы в них не входите, они такие все отмороженные, ну, и всё вот в таком ключе. И это не очень хорошо сказывается, очевидно. И если родитель придёт с таким же, что, не дай бог, я узнаю, что ты там где-то чё-то, это сразу протест, сразу. Ну, потому что, а почему ты не доверяешь мне? Почему ты решил, что я пойду и буду с кем-то драться? Я до этого, ну, давал поводы, что я вот такой человек, не получается в твоих глазах. Ты же мой родитель, почему ты так ко мне относишься? Родителям всегда важно занимать позицию ребёнка. Ну, то есть стараться сначала понять, что хочет сказать ребёнок по этому поводу, как он к этому относится. Поэтому сейчас, если у кого-то есть дети подросткового возраста, из тех, кто нас смотрит, самое адекватное, что можно сделать, это подойти и сказать, слушай, расскажи, пожалуйста, вот про этих ребят. Я что-то вижу новости, но я плохо соображаю во всех этих там словах, терминах, субкультурах. Может, ты мне расскажешь, что это? И исходя из того, как об этом говорит ваш ребёнок, уже очень много можно понять, как он к этому относится, нравится ли ему то, как ведут себя эти ребята, или не нравится, какую позицию он по этому поводу занимает. И если вдруг эта позиция агрессивная, если вдруг он начнёт говорить, что да, их надо бить, потому что они там такие и такие, тогда уже нужно разговаривать, что, слушай, ну есть же другие способы, зачем вступать в физический конфликт с другими ребятами. И если он понимает, и он в адеквате, и он не собирается ничем подобным заниматься, не насилуйте лишний раз его, не надо ему говорить про то, что не вздумай. Я вот читала, там залив какой-то будет где-то там на Европе у нас в Барнауле, если вдруг ты туда пойдёшь, ты вообще в этот день из дома не выйдешь у меня. Ну то есть, ну что это? И ребёнок сразу теряет доверие к вам, потому что вы не верите ему. Давай подытожим тогда немножко такие три, наверное, как вот мне даже сейчас показалось, ты заострила особое внимание на трёх пунктах. Родителю сейчас более комфортно с ребёнком и выстраивать линию хороших взаимоотношений. Это интерес к тому, чем живёт ребёнок, не давление, но интерес быть в курсе, понимать и, самое главное, показывать, что родителям не всё равно то, чем живёт ребёнок. Даже если он этот интерес, ну вот, например, как раз ребята, манго, аниме, что-то непонятное, совсем другая культура восточная. Родители, я думаю, могут контр-воспринимать, некоторые родители поправлюсь, могут контр-воспринимать её, но поинтересоваться при этом можно. Мне показалось, это важно, ты заострила внимания. Доверие – это выслушать ребёнка, поинтересоваться, опять же, его мнением, узнать, что он по этому поводу думает, чувствует, и уже тогда делать выводы, не рубить культа. И здесь, что ты очень хорошо отметила, не нервировать, то есть давать ему, ну это, я думаю, входит в их доверие тоже, давать ему некую свободу, но при этом следить за состоянием ребёнка и быть готовым помочь ему, если такая помощь потребуется в какой-то вот конкретный момент. Так? Супер. Я бы лучше не сделала сама. Вот, твои слова я подытожила. Маша, вот по поводу, мы же касались темы авторитетов, и темы доверия, темы беседы с детьми и родителями. Мне кажется, сейчас те, кто нас смотрят, вспомнят в том числе и себя, и свои отношения с родителями, когда наша мама, папа, либо бабушка, дедушка, кто-то из старшего поколения, желая дать пример, желая вернуть неким образом авторитет. Вот о чём ты говорила раньше, что в подростковом возрасте взрослого поколения перестает быть авторитетом. Говорили, вот, я в твои годы, либо там, ну, что-то вот в подобных формулировках. Так? Думаешь, стоит ли родителям как раз для установления вот этой вот общей волны делиться, наоборот, с ребёнком, там, если он в своё время принадлежал какой-то субкультуре, и, может быть, где-то вёл себя чуть-чуть по-хулигански, или лучше подождать, пока пройдёт вот этот подростковый период установки системы ценностей, и чуть позже об этом рассказать. Поможет это поднять авторитет, установить доверие, или всё-таки не стоит? Тут, наверное, зависит от конкретного ребёнка и конкретного родителя, потому что это может как быть очень классным вообще способом взаимодействия, что, вау, со мной родители делятся тем, что они тоже там не такие правильные, какими я их считала, они там тоже, не знаю, что-то делали прикольное такое в своём подростковом возрасте. А с другой стороны, если слишком переборщить и рассказать ему что-то, ну, такое остренькое, назовём это так, то потом, в ходе, например, какого-то конфликта уже на другой совершенно почве ребёнок может это припомнить и сказать, ой, да ты сам в моём возрасте, я не знаю, там, пиво за гаражами пил, от бабушки прятался, а сейчас мне что-то говоришь. Ну, то есть это будет вот в минус родитель. Если родитель найдёт на это аргументы, пожалуйста, всегда, всегда можно делиться какими-то такими историями. Ну, просто вопрос, наверное, действительно в том, что это за истории. То есть там, учителю кнопку на стул положил или там действительно где-то, не знаю, бухал в подъезде с друзьями. Это совершенно две разных лучшие истории, которые, если первую можно рассказать ребёнку, то вторую, наверное, стоит подождать до момента хотя бы его там лет 17-18, когда ему уже можно пить алкоголь, будет легально по паспорту и так далее. Это такой, ну, ладно, фей. Нам вот еще у нас подписчик задал такой вопрос. Уже, наверное, даже совета просит столик, возможно, потому что сейчас, как мы тоже уже говорили в начале, субкультура на слуху появилась недавно, и про неё слышат в основном негативное, про деструктивное поведение. Но ребёнки далеко не все такие. И вот наш подписчик интересуется, что делать, если встретил представителя субкультуры убегать, бить первым? Какая реакция в коммуникации? И нужна ли она, наверное, так? Я думаю, от тебя в комментариях к психологу будет ценной, поэтому вам нужно. Тут не совсем понятно, видишь, в этом вопросе, а представитель субкультуры с тобой уже пытается агрессивно взаимодействовать? Или он просто... Это не уточнено. ...где-то по дороге? Вот, сформулировано так. Встретил такого человека, что делать-то? Убегать или купить коммуникацию первым заранее? Ну, то есть, видимо, как защищаться или не защищаться? Вот такой вопрос интересует. Ну, наверное, если не хочется вступать в коммуникацию, а я подозреваю, что не хочется, раз такой вопрос задан, то первым вступать в неё и не стоит. Возможно, вообще человек пройдёт мимо, потому что он тоже как раз из того большего процента адекватных, да, которые не собираются вообще насильственным способом ничего решать. Но если вдруг такая ситуация возникает, я даже не знаю. Ну, то есть это же... Я не тренер по боксу, там ничего не могу сказать по этому поводу. Я даже не могу посоветовать какой-нибудь перцовый баллончик с собой носить, потому что это же не маньяк-насильник. Ну, хотя если на тебя уже кидаются с кулаками, то, наверное, это способ защиты, который может быть приемлемым в случае, когда другие способы тебе недоступны. Ну, то есть, например, если ты девочка из этой субкультуры, конечно, ты не будешь драться с парнями, которые там подходят и начинают с тебя спрашивать. Ну, если к тебе уже подошли парни и начали спрашивать эту девочку, то я считаю, что... Ну, это мое личное мнение даже не как психолога, а как человека, скорее. Я считаю, что таким ребятам можно и перцовочкой брызнуть разочек для воспитательных целей, потому что это не очень адекватно к девушке к одной подходить и спрашивать, почему она так выглядит. Ну, это вот скорее мое мнение. А что касается того, как себя вести, наверное, стараться просто вывести на какое-то... Не вступать в коронфортации лишние там, где их нет, правильно? То есть, даже если к тебе уже с агрессией, типа, почему у тебя такие волосы, почему ты там так выглядишь и так далее, просто говоришь, что, ну, ребят, ну, мне так нравится, вы же вот ходите так и вам нравится так, давайте просто тихо мирно с вами расходиться, потому что, ну, и что, ну, что, ну, вот нравится, люблю, а не нравится. Какие разные интересы о вкусах не спорят, либо спорят, но мирно, чтобы это было всем интересно. Да. Помимо столкновений на улицах, ведь очень много бывает историй, когда у меня субкультур спускаются в конфонденцию, в школах в частности, но почему-то не все рассказывают родителям об этом. даже если доверяют, даже если ценят, уважают, но вот систематически нападают. Допустим, смоделируем ситуацию, не дай бог, я надеюсь, никого не коснется и не касается, но, допустим, систематически на ребенка, ну, там, нападают, назовем это так, ну, допустим, либо как-то вещи марают, либо наносим какие-то небольшие повреждения, оставляют синяки, но он не рассказывает родителям. И допустим, что это не так заметно внешне. Ну, не пришло он прям синяком после школы, да, но вот что-то не так. По каким, тоже уже из своего опыта как психолога, вот, допустим, три самые главные признаков поведения ребенка сможешь ли ты сейчас назвать подписчиком, по которым родитель может посмотреть за ребенка и задуматься, что что-то не так, что-то, видимо, в коммуникации где-то какие-то проблемы, и где-то ребенку плохо от чего-то. Как правило, у ребенка начинает сужаться, в принципе, круг общения, то есть он становится более замкнутым, потому что он начинает бояться того, что конфронтация, она везде. То есть, что я сейчас начну общаться с человеком, я ему не понравлюсь, и будет то же самое, как вот сейчас там происходит с моими одноклассниками, например. И он все меньше как-то выходит в социум, да, все меньше общается, то есть он мог до этого быть общительным там мальчиком или девочкой, а сейчас вот как-то куда-то он замкнулся, больше там в комнате сидит, как-то вообще и с вами не общается, ни с кем не общается. Разница поведения. Именно разница. Меняет поведение. В принципе, был всегда такой, ну, не супер общительный, то это значит все и нормально. Наверное, что-то связанное с успеваемостью, с ее снижением, потому что в любом случае, когда ты отвлекаешься на вещи по типу издевок всяких в школе и там всего прочего, у тебя теряется концентрация на уроках, у тебя нет желания думать о школе, находясь вне школы, соответственно, ты где-то там начинаешь уже подзабивать на учебу и так далее. И, наверное, я даже не знаю вот на что еще. Это такие индивидуальные показатели, которые сложно укрепить вот на берегу, когда ты вообще ничего не знаешь. Но в любом случае, если вы до этого знали вашего ребенка, то вы увидите, что что-то поменялось. Может быть, вы даже не знаете, что конкретно случилось, но что-то происходит. И, естественно, я не говорю о том, что если у ребенка снизилась успеваемость, это точно 100% значит, что что-то в школе не так. И я не говорю о том, что если он там стал более замкнутый, то, значит, в школе чуть не так. Просто это... Кто-то беспокоит, и можно поинтересоваться, как уже мы выше говорили, просто под дружеской спросить, как дела, и сказать, что вы друзья ребенка, и что готовы его поддержать в любой момент. Да, да. Но помимо этого, к вопросу о том, почему не говорят, ну, очевидный довольно момент, потому что боятся, что родители сделают еще хуже. Родители же всегда за своего ребенка. Они придут в школу, начнут разбираться. Учительницы там, не знаю, поругают этих обидчиков. А обидчики что? Ну, обидчики скажут, ой, ты там маменькин сынок, или там папенькина дочка. Что, ты побежал сразу жаловаться родителям? Да, ну, хорошо, давай жалуйся. И будут еще агрессивнее себя вести. Очень маловероятно, что после исхода, когда там пришла мать и всех отчитала, и потом еще учительницы, или там зауч пришли и всех отчитали, дети сели и такие, да, действительно, мы, наверное, зря к нему так относимся, что-то определенно нужно менять. Но нет, нет. Чаще всего это только усугубляет ситуацию, к сожалению. И поэтому ребенку кажется, что лучше быть тихим, незаметным и надеяться, что просто от него отстанут и на кого-то другого переключатся, чем рассказать родителям и усугубить таким образом ситуацию, вот эту конфликту внутри, там, коллектива, где он учится. Хотя зачастую это, ну, не все родители пойдут разбираться. Не все родители, да даже у учителя сейчас они, ну, не такие, какие были даже, когда мы учились. Они все равно другими стараются более мягкими какими-то методами действовать. Они очень аккуратно стараются общаться с подростками, то есть их сейчас… Как психологи настоящие. Да, да, их учат сейчас все-таки вот этим возрастным этапом и на них перестали забивать как будто бы. Ну, вот исходя из опыта, который там мне рассказывает младший брат, мы учились… Я училась в той же школе, в которой он вот сейчас доучивается. У них много учителей поменялось, и те, которые пришли, реально, ну, более вменяемые, чем те, которые были у нас именно вот с этой стороны, да. Они больше на стороне детей, они тоже стараются видеть, что у них там внутри коллектива происходит, как-то их там нужно с собой всех подружить, помирить, ну, или хотя бы создать нейтральное какое-то взаимодействие, чтобы никто не был ни с кем в конфронтации. И это классно. Да, наверное, основа решений многих конфликтов, как у детей друг с другом, говорим мы о субкультурах либо просто о какой-то переполосной школе, так и у детей со своими родителями в подростковом возрасте, потому что и ребенку хочется показать свой бунт, показать свою независимость, и где-то родителю хочется чуть сильнее дать авторитеты, чем, наверное, нужно в этот момент. Это, как сказала нам Маша, доверие, диалог и интерес к тому, чем живет ребенок и чем бы он хотел жить. Согласна. Маша, спасибо большое за беседу. Я думаю, что нашим зрителям было полезно это узнать либо освежить еще раз в своей памяти, потому что, как мы знаем уже тоже, как мы и говорили сначала, когда появляется что-то новое, кажется тревожно, кажется незнакомым. Но выяснилось, что субкультуры были, субкультуры будут, и не все ребята и не всегда так агрессивны, как, наверное, иногда складывается картина. Ну а те, кто уже чуть более агрессивно ведет себя, к тем ребятам, конечно, наверное, нужно присмотреться, прежде всего к родителям, и выстроить у родителей со своим ребенком хороший такой товарищеский добрый диалог, чтобы у ребят было все хорошо и будет все хорошо, я думаю. С помощью наших экспертов в том числе. Спасибо, что пригласили. Я вообще с удовольствием провела это время, порассказывала. Тоже какие-то вещи, наверное, даже я освежила, пока говорила, повспоминала свои вот эти былые годы. Классные. Ну я вот в свое время не принадлежала к субкультурам. Я жила в небольшом селе, и до нас доходили только вот… У нас очень плохо работал в интернет, и только-только, когда какие-то картинки находили, мы с подружкой пытались подражать, но это был только внешний вид. Там у нас были какие-то яркие толстовки, хвостики делали, фенечки, вот что-то там. Что-то между хиппи, но не хиппи далеко, конечно, потому что мы в тот момент плохо подозревали, что это такое, и не знали. Но выражаться хотелось, и много есть способов, как это делать, в том числе мирно, без агрессии, чтобы всех устраивало, родителей и детей, конечно же. Желаем всем хорошего вечера, взаимопонимания друг с другом, детям с другими детьми, подросткам с другими подростками, взрослым, и, конечно же, взрослым со своими детьми, со своими подрастающими. Не важно, в каком они сейчас у вас возрасте, но у всех очень интересный этап, и вдвоем, в дружбе проживать его только интереснее. Если вам, дорогие наши подписчики, понравился такой формат, вы можете предлагать нам в комментариях темы, о чем мы еще можем поговорить с психологами, или о чем мы можем задать им вопросы. И мы можем их накапливать и периодически возвращать эту рубрику снова в эфир и приглашать Марту или других гостей, или несколько гостей. Будет интересно, кстати, послушать, как психологи ее дискутируют между собой. Спасибо, Маша, большое. До новых встреч и всего хорошего. Пока-пока. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok